Ключи от долгожданной однушки Сергей получил пару дней назад. Предварительно осмотрел квартиру на предмет строительных недочетов. Это обязательное условие при заселении. Я, допустим, получил квартиру и не пришлось вызывать мастеров, чтобы что-то переделать. То есть по факту ключи, 15 минут и всё хорошо. Всё было идеально, да? В моём случае, да. Буквально где-то через месяц планирую уже полностью обставить. И техника, и мебель, и, соответственно. Начнём новую жизнь. Для Сергея, который до этого жил в съёмной квартире, проект «Новая жизнь» – единственная возможность приобрести собственное жильё. Как и у молодой семьи Масаловых. До этого не один год им приходилось делить жилплощадь с родителями. В минувшую субботу они тоже стали счастливыми новосёлами. С понедельника начнём потихонечку перевозить вещи. Тут уже, как видите, всё обустраивают. Устанавливают кухонный гарнитур. Там будет прихожка со шкафом. Здесь планируем для ребёночка установить кроватку, комодик. В общем, уголок для нашей Ани. Всё очень хорошо. Мы всем довольны. Заветные ключи уже получили жители всех девяти домов в первой очереди новой жизни. Заканчиваются и работы по благоустройству дворовых территорий. Это настоящая досугово-парковая зона с обилием детских и спортивных площадок. В ближайшие две недели новосёлы должны будут определиться с управляющей компанией, которая зайдёт на территорию. Жильцам предстоит решать, какими будут условия содержания жилья. К примеру, тариф управляющей компанией «ЮК» в 37 рублей за один квадратный метр вызвал споры. Мы поинтересовались у оператора, из чего он складывается. Тариф предполагает, что здесь, на территории постоянно, в этом микрорайоне, будет находиться 13 человек обслуживающего персонала. Будет находиться штатный электрик, сантехник, которые будут по вызовам жильцов реагировать и устранять все возникающие проблемы. Также этот тариф предусматривает качественное содержание мест общего пользования, мытьё входных групп, нашего витражного остекления, чтобы дома сохраняли свой первоначальный облик. Но в любом случае решающее слово за самими жильцами. Сейчас проходят собрания в каждом из девяти домов по определению управляющей компании. Если в результате голосования управляющая компания не будет избрана, то тогда будет проводиться конкурс. Но уже сейчас в домах создаются инициативные группы, и эти инициативные группы, я знаю, направляют запросы в другие управляющие компании, чтобы от них получить предложение, и можно было сравнить цены у других, тарифы у других компаний. Александра Прозорова, Валерий Ларьков. Такой день на Мире Белогорья. Ключи от долгожданной однушки Сергей получил пару дней назад. Предварительно осмотрел квартиру на предмет строительных недочётов. Это обязательное условие при заселении. Я, допустим, получил квартиру, и не пришлось вызывать мастеров для того, чтобы что-то переделать. То есть по факту ключи, 15 минут, и всё хорошо. Всё было идеально, да? Ну, в моём случае, да. Буквально где-то через месяц планирую уже полностью всё обставить. И техника, и мебель, и, соответственно. Ну, начнём новую жизнь. Для Сергея, который и до этого жил в съёмной квартире, проект «Новая жизнь» — единственная возможность приобрести собственное жильё. Как и у молодой семьи Масаловых. До этого не один год им приходилось делить жилплощадь с родителями. В минувшую субботу они тоже стали счастливыми новосёлами. С понедельника начнём потихонечку перевозить вещи. Тут уже, как видите, всё обустраивают. Устанавливают кухонный гарнитур. Там будет прихожка со шкафом. Здесь планируем для ребёночка установить кроватку, комодик. В общем, уголок для нашей Ани. Всё очень хорошо. Мы всем довольны. Заветные ключи уже получили жители всех девяти домов в первой очереди «Новой жизни». Заканчиваются и работы по благоустройству дворовых территорий. Это настоящая досугово-парковая зона с обилием детских и спортивных площадок. В ближайшие две недели новосёлы должны будут определиться с управляющей компанией, которая зайдёт на территорию. Жильцам предстоит решать, какими будут условия содержания жилья. К примеру, тариф управляющей компанией «ЮК» в 37 рублей за один квадратный метр вызвал споры. Мы поинтересовались у оператора, из чего он складывается. Тариф предполагает, что здесь, на территории, постоянно, в этом микрорайоне, будет находиться 13 человек обслуживающего персонала. Будет находиться штатный электрик, сантехник, которые будут по вызовам жильцов реагировать и устранять все возникающие проблемы. Также этот тариф предусматривает качественное содержание мест общего пользования, мытьё входных групп, нашего витражного остекления, чтобы дома сохраняли свой первоначальный облик. Но в любом случае решающее слово за самими жильцами. Сейчас проходят собрания в каждом из девяти домов по определению управляющей компании. Если в результате голосования управляющая компания не будет избрана, то тогда будет проводиться конкурс. Но уже сейчас в домах создаются инициативные группы. И эти инициативные группы, я знаю, направляют запросы в другие управляющие компании, чтобы от них получить предложение. И можно было сравнить цены у других тарифов и у других компаний. Александра Прозорова, Валерий Ларьков. Такой день на Мире Белогорья.